МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на 9-м канале. Студия Анна Семенова. Здравствуйте. Около 2000 новых экземпляров пополнили фонды Старооскольского кровеческого музея в минувшем году. Какие редкости хранят здесь сейфы? Что приносят в дароскольчане? И почему музейщики могут им отказать? Выясняла Лариса Ульяненко. Фонды Старооскольского краеведческого музея, как пещера Алибабы, полны сокровищ. Конечно, большая часть цены не в плане баснословной стоимости, а как объекты истории. Однако есть на самом деле дорогие экземпляры. Все они хранятся в сейфах. Драгметаллы, оружие, деньги прячут, хотя и не за семью, но за четырьмя замками точно. Здесь у нас сейф по нумизматике. Здесь хранятся медали, монеты и также значки. Орден Красной Звезды Бухарской Народной Советской Республики – один из особенно ценных экземпляров. За него коллекционеры готовы предложить от 300 тысяч до полумиллиона рублей. Награда редчайшая. Выпускалась в Средней Азии в 20-е годы прошлого века, чтобы поощрять бойцов, сражавшихся с басмачами. Точное число награжденных неизвестно, но не более 600 человек. И среди них – Сталин. Сейчас в каталогах музеев страны есть информация лишь о 14 таких орденах. У нас он второй степени. Первой степени – это золотой, второй – серебряный. И третий – это уже такая награда за защитника революции. У нас этот орден принадлежал Тынянских Ивану Михайловичу. К нам в музей он поступил в 1980 году. Он был участником тех событий. Коллекция музея была бы гораздо богаче, но во время войны практически все оказалось утраченным. Восстановление началось сразу после освобождения города от фашистов. Сегодня фонды насчитывают более 65 тысяч экземпляров. И каждый год к ним добавляют около двух тысяч новых. Многое приносят сами старооскольцы. Частенько предлагают утюги, прялки, рубели, скалки. Люди даже обижаются, принося какую-то вещь, что в некоторых случаях мы отказываем. Не хочется брать, так скажем, однотипные вещи. То есть те вещи, которые у нас уже есть. Бывают, звонят, спрашивают, нужно, не нужно. Бывают, сразу приносят. Им очень не нравится фондово-закупочная комиссия, которая рассматривает предметы. Они хотят, чтобы все и сразу у них приняли. Потому что каждый человек считает, что он принес уникальную вещь. Все и сразу не получится. Комиссия детально описывает предмет. Фиксирует так называемую легенду. Кому принадлежала вещь, история ее появления. Если предмет представляет для музея ценность, его могут выкупить. Но одобрения одной фондозакупочной комиссии мало. Некоторые приносят предметы, которые хотят продать, но на самом деле не являются их владельцами. К любой награде должен быть обязательно документ. Опять-таки, просто так награды мы тоже взять не можем. Как бы не хотели люди, составляется пакет документов, подается ходатайство и дальше отправляем в Белгород нашу, а затем уже в комиссию предпрезиденте. И только после того, как они нам дадут разрешение, то, что мы можем взять награду, только в том случае мы человеку сообщаем, что да, мы готовы взять ее. Около полугода это проходит. Если документальное подтверждение собственности не нужно, процесс все равно не быстрый. И даже если будущий экспонат не подарен, а его, например, нашли, купили на блошином рынке сами музейщики, тоже. Не пройдя эту комиссию, ни один экспонат не может попасть в музей. Любовь к прошлому родной страны у Дарьи Кокурины, что называется, в крови. Ее папа Иван Андреев возглавляет клуб «Поиск». Так что удивительные истории она слышала с детства, а теперь сама стала их хранительницей, берегиней. Некоторые экземпляры Дарьи Ивановне особенно дороги. У нас в зале постоянной экспозиции в крепости Оскол находится икона, высеченная на перламутровой раковине. Я считаю, что это уникальный такой экспонат. Денежный клад – это медные чешуйки. Тоже как бы редко встречалось. Они больше серебряные везде идут, так как был серебряный бунт. У нас есть такая уникальная книга. Это квартальная книга. Это одна из первых поступивших. Там расписаны, как располагались дома и их владельцы. Это документ за 1886 год. Фонды Краевеческого – это не подвалы, как представляется, а комнаты с решетками на окнах и дверях, где поддерживается определенная температура. Хотя в здании, которое давным-давно нуждается в ремонте, делать это все сложнее. Но музейщики стараются сберечь сокровища Оскола, приумножить их. В прошлом году в числе новых экспонатов появились вещи, принадлежавшие железнодорожникам. А еще картины известного питерского художника Крылова «Старинный план строительства деревянного дома». Лариса Ульяненко, Павел Казакевич, Илья Самсонов, 9 канал. Мы продолжаем цикл материалов «Главная в жизни семья». Герои нашего следующего сюжета – братья 13-летний Сережа и 9-летний Семен. Ребята совсем недавно оказались в детдоме. Из Староскорского центра «Старт» материал Анастасии Конниковой. Сережа 13, но вместо беззаботной юности парень взял на себя все хлопоты о младшем брате Семене. Главным в семье он стал после смерти родителей. Мальчишки остались круглыми сиротами. С отцом погиб, у мамы цирроз. Мне больше нравилась семья. Мне нравилось жить в нашей семье. Ничего такого не было. Практически ничего не запрещали. Можно сказать, были балованы. Семен балованный, но с каким-то возрастом я начал понимать, что надо нормально себя вести. Родители и дети часто вспоминают. Раны на маленьких сердечках затянутся еще не скоро. Но ребята не унывают. Стали друг для друга главной опорой и поддержкой. Хорошо учатся в седьмом и третьем классе. 9-летний Сема старается во всем походить на брата. Хочу, во-первых, стать промышленным альтонистом. А ты чего хочешь? Добиться работы, хорошей учебы. Ну, и быть умным. Сережа и Семен очень любят домашних животных. Когда мальчики жили в деревне, у них были кошки и хомячки. После переезда в квартиру завели собаку. Сейчас братьям не хватает своих любимцев. Но в центре держать животных нельзя. Когда я был дома, мы хорошо общались с этими соседями. И я накопил денег. И мне этот, можно так сказать, сосед купил мотоцикл. Но мы с ним вдвоем катались. Он до сих пор стоит в гараже у него. Но у меня не хватает некоторых элементов экипировки, таких как защита ног. В центре старт братья находятся всего полтора месяца. Но уже привыкли к местным порядкам и адаптировались. Завели друзей. Абсолютно разные по темпераменту, по характеру. Сергей более как старший брат. Как больше опека над Семеном. Больше проверки какие-то, контроль над ним. Семка, конечно, еще маленький. Более мягкий мальчик, который еще, конечно, требует ласку, внимания. Ну, и так далее. Еще, конечно, ребенок. Безусловно, нужна семья. Конечно. Я считаю, что у каждого ребенка должна быть своя семья. Несмотря на то, что мальчики достаточно общительные и открытые, им тяжело. Дети домашние и очень хотят быть нужными. Не хватает. Не знаю, что сказать. Кого никак есть. Не чувствую. Ну, атмосфера для меня не привычна. Не хватает любви, может. Познакомиться с Сережей и Семеном можно в Центре развития и социализации детей «Старт». По вопросам усыновления обращаться в отдел по опеке и попечительству Управления социальной защиты населения Староскольского городского округа. Телефон 84725-24-9163. Анастасия Конникова, Павел Казакевич, Илья Самсонов, 9 канал. Что бы вы подумали, если бы утром в лесу увидели от 30 до 40 пенсионеров, которые танцуют, поют и даже валяются в снегу. Ничего удивительного, это клуб скандинавской ходьбы при комплексном центре соцобслуживания. В один из морозных дней съемочная группа 9 канала составила им компанию. Утро, солнце, мороз, минус 13, а мы на суперсоревнованиях в лесу, где бывает всякое. Назад, внимание, поехали! Валентина Попова узнала о клубе ходьбы при соцзащите еще 6 лет назад. Скучать не приходится. Сначала маршрут по парку, затем зарядка на поляне и, конечно же, игры, конкурсы, соревнования. В праздничные дни мы даже отмечаем Новый год, мы елку снаряжали. В лесу? В лесу, а вот там, где семейное дерево, мы украшали елку, потом мы танцевали там, наряжали, конечно, да. И был у нас и Дед Мороз, и Снегурочка, соцзащита нам подарки принесла, мы угощались, стол накрывали. Короче, все хорошо было. А потом еще хожу, сейчас стала ходить на самодеятельность, петь от соцзащиты, поем. Хорошо поедет? Лариса Кайзер из Сибири. Из Новокузнецка в Старооскол перебралась два года назад и сразу вступила в клуб. Говорит, после ходьбы ощущает такой заряд сил, что в легкую справляется со всеми делами. Особенно летом, особенно весной. Это такая красота здесь в лесу. Вообще вот эта плана прям энергией заряжает, потому что тут такая растительность и деревья всякие, сосны. И очень мне нравится. А коллектив как? И коллектив мне прекрасно нравится. Мы так все дружные такие, все заботимся друг о друге. Тренирует оскольских девчонок на пенсии зав. отделением реабилитации социально-профилактической работы комплексного центра Марина Зорина. Подопечных около сотни. В центре две школы деловой активности. Оскольское долголетие и золотой возраст. Целых 26 клубов по интересам. Различные виды гимнастики, иностранные языки, хоровое пение, кулинарие, рукоделие, поэзия, рисование, танцы. А еще здесь изучают компьютеры, делятся успехами в садоводстве, ходят на экскурсии, проводят литературно-музыкальные гостиные и становятся волонтерами. Я хожу уже третий год. У меня начали болеть ноги, и вот после этого я стала ходить. Начала ходить, и как-то вся энергия, все как-то без леса, уже теперь жить не могу. В понедельник, среда, пятница хожу я на палочке. И отдыхаем в лесу, заряжаемся энергией, пьем чаи, поем песни, танцуем. Комплексный центр приглашает всех пенсионеров и инвалидов, кому наскучило просто смотреть сериалы. Пора и косточки размять или перетереть. Желающих ждут в отделениях по адресам Жуково 30А и Интернациональный 51. Мария Шелепова, Павел Казакевич, Станислав Васютин, 9 канал. На этом наша программа завершена. Впереди прогноз погоды. Я Анна Семеновна прощаюсь с вами. Всего доброго. До встречи на 9 канале. Луна в фазе последней четверти. Магнитное поле спокойное. Атмосферное давление в пределах нормы. 742-744 мм рт. ст.